Я вдохновлялась своей подругой, ее зовут Марьян, когда она улыбается, она очень сильно похожа на ската, он веселый, он постоянно как бы улыбается, но на самом деле он не улыбается, он просто плавает, она у меня супер хорошая жизнь. Я эту татуировку не сделала, потому что еще не считая то, что есть самое время для этого, чтобы я прям определилась местом, потом ходила и наслаждалась этим. В будущем я хочу себе около пяти татуировок. Татуировка должна иметь значение, какое-то определенное для человека, и для меня она значит мне какую-то жизненную позицию, наверное. Я очень такой по натуре свободолюбивый человек, и мне кажется, что космос символизирует свободу, какую-то независимость. В будущем я планирую сделать не более трех-четырех татуировок. Татуировки будут связаны с какими-то событиями в моей жизни, они будут связаны с чем-то очень важным. При выборе тату, скорее всего, вдохновлялась просто чем-то очень визуальным, неоднозначным, субъективным, чем-то таким, что мне нравится. Я просто люблю красоту и ищу ее везде, повсюду. Татуировка вообще имеет для меня очень-очень важное значение, так как все-таки это отпечаток на всю жизнь, и, скорее всего, с этим должно быть связано что-то очень большое, радостное. Я бы хотела сделать татуировки очень-очень романтичного характера. Моя мама всегда считала, что татуировка – это какое-то клеймо, но для себя я решила, что, возможно, с рождением ребенка я сделаю этот шаг и сделаю татуировку. Честно говоря, я никогда не хотела забивать что-то на свое тело, потому что мне всегда казалось, что тело само по себе очень красиво. Но если думать о временной татуировке, то, наверное, можно было бы как-то украсить свое тело. Я, наверное, выбрала просто такую линию из-за ее лаконичности, наверное, какого-то бессмыслия. Из-за того, что я человек пластики, хореографии, она бы могла красиво, наверное, смотреться в каком-то танце или движении. Очень интересно, как она смотрится на теле под разным загибом руки. Я знала, что я хочу ящерицу, но я не знала, где ее набить таким образом, чтобы она мне не надоела. В ящерице меня привлекает то, что у нее такой достаточно широкий и богатый символический диапазон. Потому что нельзя ведь сказать, что ящерица – это плохой знак или это хороший знак. И у разных народностей она символизирует совершенно разные вещи. Получается очень такой противоречивый символизм, и мне кажется, что я тоже очень противоречивый человек.